Привет, друзья! Вы на канале Кулинарием с Викторией. Сегодня мы готовим торт Деспасито. Деспасито это бразильский торт, шоколадные бисквиты в сочетании с шоколадным муссом. Готовится тортик очень быстро, буквально за 30 минут, плюс время на выпечку. И получается очень вкусно. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и оригинальных рецептов. Для приготовления нам понадобятся яйца, сахар, какао, мука, соль, разрыхлитель и экстракт ванили. Экстракт ванили можно заменить ванильным сахаром. Полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Замешаем тесто для бисквита. Для этого смешиваем 3 яйца. К яйцам добавляем 90 грамм сахара и щепотку соли. Начинаем взбивать миксером в белую пышную массу. Масса должна хорошо увеличиться в размерах и побелеть. От того, как вы взобьете яйца с сахаром, будет зависеть пышность вашего бисквита. Время взбивания будет зависеть от мощности вашего миксера. Сверху должен оставаться небольшой след в течение нескольких секунд, значит яйца взбиты до нужного состояния. В яйца добавляем 2 чайные ложечки экстракта ванили. Добавляем 90 грамм муки. Муку нужно обязательно просеивать. 1,5 чайные ложки разрыхлителя. И 3 столовые ложки темного несладкого какао. Затем берем силиконовую или деревянную лопатку и плавными движениями снизу вверх, все время в одном направлении, перемешиваем нашу массу. Масса должна остаться такой же пышной и не опасть. Это очень важно. Консистенция у теста примерно вот такая. Посмотрите. Подготавливаем формочку. Размер моей формы 20 см. Можно использовать любую форму 18-20 см диаметром. И перекладываем тесто в форму. Немного разравниваем лопаткой. И отправляем запекаться в ранее разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Даем бисквиту немного остыть и затем извлекаем его из формы. Бисквит должен получиться ровный и без шапочки. Если вы сделали все правильно. Если же нет, то шапочку нужно предварительно обрезать. Приготовим пропитку для бисквита. Для этого нам понадобится молоко, какао и экстракт ванили. Также используют кофе. Но так как у меня ребенок, я кофе не добавляла. В любом случае, делайте все на ваш вкус. В ковшике смешиваем 100 мл молока. Добавляем 1 чайную ложку какао. В этот раз я добавляю сладкий какао. И 2 чайные ложки экстракта ванили. Все тщательно перемешиваем. И ставим на небольшой огонь. Доводим до закипания и кипятим буквально 1-2 минуты. Переливаем в любой стакан или кружку и даем пропитке полностью остыть. И пока займемся приготовлением крема. Для приготовления крема нам понадобятся сливки 30% жирности, сахарная пудра и темный шоколад. Шоколад наломаем на небольшие кусочки. И растопим короткими импульсами в микроволновой печи. Делайте это осторожно, импульсами по 30 секунд. Также можно растопить шоколад на водяной бане. Растопленный шоколад хорошо перемешаем до нужной однородности. Сразу отложим 2 столовые ложки в целлофановый пакетик. Это нам нужно для того, чтобы сделать затем украшение на торте. Шоколаду дадим немного остыть и пока взобьем сливки. Смешиваем 400 мл жирных сливок с 50 г сахарной пудры. Сахар регулируйте по вкусу. И начинаем взбивать миксером до устойчивых пиков. Сливки должны очень хорошо загустеть. Обратите внимание на консистенцию моих сливок. И затем смешиваем обе массы, но уже без миксера, силиконовой лопаткой. Добавляем постепенно растопленный и уже слегка остывший шоколад во взбитые сливки. И перемешиваем. Перемешиваем до полной однородности. Собираем торт. Выкладываем бисквит на тарелку. Сверху устанавливаем кондитерское кольцо и ацетатную пленку. Ацетатную пленку можно заменить обычной пищевой пленкой. И обильно с помощью зубочистки либо вилкой накалываем бисквит по всей поверхности. И затем пропитываем уже остывшей пропиткой. Пропитку я рекомендую добавлять всю полностью. Иногда можно вот так помогать с помощью кисточки. Если даже пропитка просочится немного сверху на тарелку, то затем бисквит ее все полностью все равно впитает. Такие бисквиты получаются довольно сухие. Они требуют обильной пропитки. И сверху выкладываем полностью весь шоколадный мусс. Все аккуратно разравниваем с помощью силиконовой лопатки. Затем берем растопленный шоколад и с помощью кондитерского мешка либо пакетика делаем вот такие полосочки. К сожалению, камера у меня не засняла, как я их делаю. Но сделать их совсем просто. И затем с помощью деревянной шпажки делаем вот такие полосочки. Получается очень красивый узор. Сделать его очень просто. И убираем торт в холодильник минимум на 4 часа, чтобы он хорошо схватился и пропитался. Затем достаем и дегустируем этот вкусный шоколадный торт Диспосито. Обязательно приготовьте торт. По этому рецепту получается очень вкусно. Всем домашним очень понравится. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Желаю вам удачной выпечки. И до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.